Насколько важно выходить замуж, зениться по любви, жениться по любви? Ага, хороший вопрос. Смотрите, некоторые люди думают, что надо замуж выходить за того, а того, вот ты смотришь на человека, и тебя колпасит, блин, кайф, блин, отсюда. Значит, надо жениться. И это объясняет, чем больше вот эта вот связь, такая вот, у нас ощущение наслаждения от человека, тем больше это вызывает привязанность друг к другу, и тем больше плохая карма выходит друг к другу. Это называется бразильский телесериал «Свуместная жизнь». Вот люди, когда очень сильно, как бы, такая страсть у них друг к другу возникает, сильная привязанность, они касаются друг к другу, и «ааа, хорошо, пошла». Ну, то есть, они чувствуют такое вот, то, о чем мечтали большевики, когда случилось, нашел, как бы, себе вот это вот, «ааа, хорошо», ну, такое вот чувство, настоящая любовь, говоря, настоящая любовь. Вот это и есть та энергия, вот, которая вот так, она вызывает сильную привязанность к человеку друг к другу, сначала люди сильно привязываются. Потом они начинают мучить друг друга сильно, ревновать, понимаете, когда сильная привязанность, ты думаешь, куда он пошел. Это мой человек, то есть, понимаете, то есть, ревность возникает, животные такие чувства проявляются в отношениях. Дальше, второй вид гармонии. Чувствуешь, человек очень хороший, такой возвышенный, но как бы, ну, не сильно в половом плане колбасит от него, то есть, вот такого нету, что, вот такое вот чувство, знаете, пошло, поперло, хорошо. Вот такое, знаете, животные такие чувства не возникают, а лучше, лучше. Это более надежный брак. Такие отношения развиваются постепенно, люди узнают друг друга. Когда вы спросите, Олег Геннадьевич, у них не будет детей, почему не будет детей? Энергия постепенно опускается вниз, даже у святых людей рождаются дети. Все равно, как бы, будет секс обязательно, все будет хорошо, не волнуйтесь. То есть, ну, высшие центры, когда в основе отношений стоят, когда, ну, развитие отношений более правильное. Правильная семья, когда правильная семья создается, отношения спокойные. То есть, создается семья, а не спокойные. Люди сначала немножко мучаются в отношениях, потому что им тяжело понять друг друга. Потом постепенно они друг к другу привыкают, у них наступает нормальная жизнь. Более-менее счастливые. Вот тот случай, когда люди из-за того, что им в сексе хорошо создали семью, это самый печальный случай. Потому что они через год обнаружат, что они не могут друг к другу вообще даже поговорить. Потому что совместимость или возникает на низших центрах, или нет на высших, или возникает на высших и нет на низших. Теперь у вас вопрос, а если совместимость и на высших, и на низших центрах есть одновременно, как это происходит? Таким образом, что если есть и та, и та, то высшие все равно пересиливают. И люди стесняются. Они чувствуют, что они притягиваются друг к другу, у них есть как бы наслаждаться желанием друг к другу. Они думают, что такой хороший человек не стыдно эти желания проявлять рядом с ним. Потому что есть в возвышенных центрах совместимость. И они все равно сходятся постепенно друг с другом. Но у них в жизни будут некоторые испытания. Когда отцелься их начнет ковбасить, у них привязанность сильная возникнет друг к другу, немножко будут ругаться. Потом они пересилят это в конце концов. Поэтому любовь, несмотря на то, что вы под этим словом понимаете, по любви жениться, что вы имеете ввиду по любви? Чтобы вас колбасило друг от друга или что? Что значит по любви? Подумайте над этим. Потому что эта мысль, она даст правильную жизнь потом. Это важное мышление, понять, что это значит по любви. Веды объясняют, что если есть совместимость между мужчиной и женщиной, и они начинают выполнять свой долг друг перед другом, честно живут, то постепенно в их сердце зарождается настоящая любовь друг к другу. Потому что мужчине и женщине естественно любить друг друга, если они выполняют друг перед другом долг. С этой точки зрения, как родители ведической культуры делали, они смотрели мальчика и девочки, смотрят совместимость, смотрят, как они реагируют друг на друга, смотрят, изучают все с научной точки зрения. И потом предлагают им быть вместе, детям. Дети очень доверяют родителям, потому что родители благочестивые, они правильно живут, и они любят своих детей. И дети доверяют им, мой отец знает, кого мне надо за жены брать. Девушка думает, мой отец, мой отец, мой мать знают, кого мне надо брать. И они сходятся на основе знаний родителей. Самый правильный брак. Сейчас это не работает, потому что нет благочестивых родителей в основном. И способны люди сердцем понять, кто как будет жить с кем. И они начинают потом друг друга любить в результате. У них возникают глубокие чувства. Теперь вы скажете, нет, надо самому себе искать. А вот здесь как раз и начинает карма работать. На каждую рыбку есть свой червячок. С крючком, понимаете? Всегда вот это чувство желания наслаждаться, желание счастья, оно и убивает человека. В нем находится карма. Вот желание... Я уже пел вам эту песню много раз, могу еще раз петь. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, Повстречалась с горюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете? То есть, когда ты каталась на саночках, ты мамочку не спрашивала. Говорю, мамочка, отстань от меня, я его люблю. Хорошо, сама решай свою жизнь, свою судьбу, моя дочка. Раз ты такая мне глупая. Что делать? Понимаете, когда человек идет на чувстве, в отношении, это опасно. Потому что это и есть капкан. Чувство не помогает понять, за кого выходить замуж. Старший помогает. Этому надо не чувству доверять, а старшему. Это очень важно. Смотрите, мотылек, у него самое сильное чувство, это любовь к свету. Он больше всего свет любит в своей жизни. Как он погибает? Дитя на свет. У рыбы самая сильная, она вообще-то туповатая такая, она плавая такая, не особо ничего не соображает. Но у ней есть чувство вкуса. Она наслаждается вкуса больше всего в жизни рыбы. Поэтому она попадает куда? На крючок. И она мучается там, в жуя этого червяка, потому что колет этот крючок-то, но она не упускает его, потому что ей нравится вкус. Понимаете? Она готова терпеть эту боль. Потом ее вытаскивают и убивают. Колене больше всего нравится звук. Звук. Поэтому вы можете видеть, что древние такие рисунки охотники с рожками все были. Два причины. Первая причина, это собак призывать, с которыми охотник ходил. А вторая причина, когда он играет очень на фрейке, или на рожке очень красиво, это прибегают оленей. Они прибегают, чтобы посмотреть, откуда такой красивый звук. И получают себе пулю. Понимаете? Или стрелу, как раньше это было. Слон, у него самое лучшее сильное чувство, это чувство сексуальное. Он не плюжий такой, не плюжий животный, но сексом любит заниматься очень сильно. Поэтому слон бежит за слоникой, слонику тренируют. И не надо сильно напрягаться, чтобы слона поймать. Надо тренировать слонику, и она сам прибежит, куда надо, в загон. Все. Понимаете, как система работает? Эта система работает также в нашей жизни. Человек именно на своем чувстве и попадается. Он получает себе того человека в судьбе, который будет его мучить. Чем сильнее чувство, тем больше может быть этих страданий. Одни страдания, а кто любит ее? Понимаете, песенка поется правильно. Поэтому надо разобраться в этом вопросе, что такое любовь сначала, а потом уже делать выводы. Как правильно встречаться и создавать семью? Я знаю одно поселение Венгрия Медическое. Там люди, прежде чем создать семью, сначала, знаете, как это происходит? Это не значит, что мы так можем сейчас делать. Я вам привожу пример, как счастливые семьи создаются научным образом. Но вы не сможете имитировать, это невозможно. Для этого надо иметь специальное воспитание, для этого образование. Как они создают семьи? Сначала люди изъявляют свое желание старшим. Мне нравится вот этот человек. Пожалуйста, познакомьте меня. Люди знакомятся и решают, что они будут общаться. В результате этого решения они общаются сначала, просто разговаривают друг с другом 6 месяцев в присутствии старшего. И он учит, как разговаривать друг с другом. Общаться, как правильно понимать друг друга. Старший сидит, они общаются. И он говорит, вот это вот неправильно ты сказал, она не такая. Нет, вот так надо, вот так. Вот он не такой, надо друг друга понять лучше. Он учит понимать друг друга. Скажет, я так не хочу, не могу так. Хорошо, это ваши проблемы. Дальше что происходит? Дальше потом, через полгода, им разрешается встречаться, общаться в местах неуединенных. Они могут быть вместе, старше уже не нужно, они обучились. Не общаются дружат, крикат друг друга. Но они не имеют права ложиться в постели. И так они общаются еще год. Где-то. И после этого они принимают решение. Я хочу связать свою жизнь, всю свою жизнь с этим человеком. Тогда, после этого, делается освященный, священный обряд. И эти люди женятся. И только после этого они могут лечь постельность. Федерическая культура пренебрегает сексуальной совместимостью. Считая, что если люди глубоко любят друг друга, то эта совместимость, даже если ее нет, постепенно возникает. Если люди глубоко любят и ценят друг друга, в сексе у них все равно будет все хорошо. Поверьте. Давно мне одна женщина спросила, я подбросила мужчину, он до сих пор меня не может забыть. Я от этого получаю какие-то реакции. То есть я страдаю от того, что он меня не может забыть или нет. Я ее спросил в ответ, а вы страдаете? За то, что он нас не может забыть. Она подумала, да, страдает. Неплохо жить, я чувствую, что не мешает быть счастливой, что-то как силы. Поэтому люди старались не предавать друг другу, не разрушать отношения. Было чувство такое внутреннее, что нельзя разрушать отношения. Сейчас нет такого чувства у людей, оно как-то вот разлылось. Потому что есть разный опыт, люди советуются обычно. Сейчас даже интересно, вот кто изучает веды, я узнал такую информацию, что, допустим, человек хочет бросить близкого человека. Ну, изучает веды. Начинает кондит к астрологам, медическим, психологам, на консультации. И какой-то астролог говорит, у вас два брака по гороскопу. А она думает, у меня только первый брак. Так. Уже есть какая-то информация, подтверждающая то, что можно как бы разводиться, потому что два брака по себе положено. Что делать теперь? Ничего не сделаешь? Два брака. Другой астролог говорит, у вас плохая совместимость, отвратительная совместимость с этим человеком вообще. Отвратительная. А она думает, да. Вот. Опять подтверждение, что надо разводиться. И потом приходит уже через какое-то время вот такой человек и говорит, но ведь все говорили, что надо разводиться. Я и развелась. Но ты не спросила у самого главного человека. Это старший наставник твой. Это Денис просил у своей совести. Можно ведь найти оправдание всего, чего ты хочешь в жизни. Было бы желание. Но от этого результат же не становится лучше. Можно самовнушение, все что угодно, как бы решить вопросы, кто-то подтвердит все. Результат лучше не становится. Таким образом карма, она есть и она есть. Бывает такая карма, что ее нельзя за всю жизнь отработать. Карма означает количество возможных страданий или возможного счастья в личной жизни. Допустим, у меня вот такое количество страданий в личной жизни, что я не могу расслабиться в отношениях с близким человеком, не могу чувствовать себя комфортно в них. Называется плохая карма смены. Бывает, что человек может расслабиться, жить комфортно какое-то время. Иногда от трудностей наступают, иногда уходят. Бывает, люди женятся, вместе они живут хорошо, а внешне у них все плохо становится. У них нет работы нормальной, там жилья, опять же. Тоже карма. В целом, мы как бы чувствуем, что нам надо здесь быть счастливыми. Но высшие силы так не чувствуют. То есть, нам кажется, что мы должны здесь быть счастливыми. А вообще мы рождены здесь для того, чтобы сдать свой экзамен. И для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы сдать экзамен. Мы здесь родились. В этом заключается цель нашего рождения. Но у нас другое предпринимание этого вопроса. Нам кажется, что здесь должен быть счастливым. Почему я несчастен здесь? В чем дело? Я думаю. Потому что цель рождения несчастья. Человек, когда облетает, счастье он расслабляется. Чувствует себя комфортно. Он интильно работает над собой. Расстреляется. И все. Ему хорошо становится. Зачем ему напрягаться? И поэтому они гранируют. Но когда человек чувствует трудности в жизни, он таким образом ищет пути. Он пытается изучать, как правильно жить. Пытается раскаиваться, как-то что-то делать в жизни. Работает над собой. Таким образом идет развитие у человека. Поэтому с точки зрения высших сил, лучше для нас, если мы будем страдать. Но мы не согласны. Мы не с этим с такой точкой зрения. Мы не согласны с этим совсем. И тогда задаются вопросы у человека, как все-таки счастье здесь есть на земле или нет. Вот это очень такая важная, нужная тема понимания, что же такое счастье и как оно вообще возникает. Веда объясняет, что есть два способа быть счастливым. Первый способ – это просто счастье, приходящее само собой по судьбе. Допустим, как удав принес мартышке привет. Она говорит, откуда дровишки? Вот он говорит, просто так. Просто вот. Потому что солнце светит, потому что сегодня хороший день, и у меня сегодня хорошее настроение. И поэтому я принес тебе привет. То есть это на один вид, как будет счастье. Само собой приходит просто так. Второй вид счастья – это когда человек живет правильно, он совершает аскезы. Аскезы, само по себе, правильно жить и живо. Это трудно. И он эту трудность совершает, потому что ему нравится такая жизнь, ему хочется жить правильно в целом. Потому что когда человек правильно живет, от самой правильной жизни приходят счастья каждый день. Вот правильно что-то делаешь, и это дает счастье. Само по себе это дает удовлетворение. А потом, когда человек правильно все делает, то наступает момент, и эти поступки, накапливаясь, приносят еще плод, счастливую судьбу. Само собой это приходит опять. Но уже в результате правильных поступков. И когда человек сравнивает вот счастье от правильных поступков и плод, который приходит сам собой, он думает, все-таки счастье от правильных поступков, оно слаще. Поэтому думает, мне не надо никаких вот этих плодов. Я хочу просто правильно жить. Я хочу жить так, чтобы вот эта жизнь, она сама сделала меня счастливой. Потом человек изучает. А есть еще виды жизни, которые дают еще больше вот такой вот, лучший такой, не результат, а лучший настрой, лучшую вот эту волну. Есть такой вот вид жизни, когда человек начинает служить Богу или жить для удовлетворения святого человека в своем сердце. То эта жизнь становится такой чудесной. Он чувствует огромное счастье внутри себя. И смотрите, на фоне этого счастья, когда человек правильно живет, это правильная жизнь, это не то, что вот я с мужем, некоторые думают, я с мужем не могу, мы с мужем не можем правильно жить, у нас другая жизнь, мы не можем с мужем. Но вообще, как бы, надо понять, что жизнь правильная, она происходит внутри человека. Хоть с мужем, хоть ты не с мужем живешь, хоть с кем, но ты можешь сам по себе жить правильно. Рядом с тобой люди будут жить неправильно при этом. Не факт, что они не мешают, они мешают тебе жить правильно, но можно как-то научиться, рядом приспособиться. И так, как ты живешь правильно, от тебя исходит счастье. Им тоже хватает. Они начинают чувствовать, что то, что ты правильно живешь, со временем, им от этого лучше. Поэтому муж говорит, а ты на лекцию пойдешь или нет? Сходи на лекцию, потому что я чувствую, что тебе это помогает. На самом деле, ты ему помогаешь, потому что он чувствует, что ему хорошо, потому что жена ходит на лекции. Она смиренно себя начинает вести, работает над собой. Это же хорошо, всем это нравится. Так, сначала люди боятся этого всего, а потом начинают думать, пожалуйста, сходи на лекцию. Послушай, будешь вести себя правильно, у нас будет лучше жизнь с тобой, потому что ты как бы, так вот у меня дурочка, но когда послушаешь все, то потом лучше жизнь у нас становится. Не то, что он понимает, что он тоже не сахар, но даже если один человек правильно живет, вокруг всем становится легче. Так преодолевается карма. Этот вопрос был задан. Если не складывается жизнь, то это карма. Как ее изменить? Ее не изменишь. Она может сгорать от духовной жизни, от отношений с Богом. Это говорят, только солнце может сжечь, там, траву, допустим. Надо иметь отношение с очень высокой силой, чтобы сжигать карму. Но можно жить так, что она тебе не мешает, эта карма. Все зависит от того, на каком фоне ты живешь. Чем больше счастья у человека в его поступках, тем меньше страдания, которые идут на него все равно, на него влияют. Допустим, есть какой-то недостаток у мужа. Он, допустим, пьет. Но если ты имеешь отношение с очень возвышенными людьми и очень чистая жизнь у тебя, то ты как-то перестаешь замечать это, что муж пьет. Тем более ты знаешь, почему он пьет, что он болеет. То есть есть много моментов, которые человек должен узнать. Что-то болезнь, это не просто, как-то его желание это болезнь. И так далее. Когда все это вместе складывается, человек начинает постепенно меньше страдать от того же самка, что у него есть в жизни. Хотя события не уходят, они остаются прежними. Таким образом, самый лучший способ справляться с кармой, это занять себя деятельностью, определенной внутренней, которая вносит столько счастья в жизни, сколько нужно для того, чтобы нейтрализовать страдания. Допустим, человек обездвижен. У него два способа лимитаться, постоянно искать лечение, или просто успокоиться и начать жить другой жизнью, которая бы давала в этой ситуации много счастья внутренне. Возможно, это для безлишнего человека жить счастливо или нет? Ну, в основном все сомневаются, но я знаю примеры. Я знаю таких людей, которые не имеют возможности встать, но при этом чувствуют себя очень счастливым в жизни. Конечно, тело при этом надо больше поддерживать, больше времени, но ничего страшного. Это тоже нормально. По всему человек может привыкнуть. Но внутренняя жизнь дает ему возможность развиваться, быть счастливым. Если спросить, лучше он жизнь прожил или хуже, вот человек на коляске, допустим, человек, который все может. А что все он может? Что он все может? Все означает просто обалдеть. Все. Что еще? Что все? Все остальное больше возможностей у человека на коляске. Он больше может работать над собой, больше может молиться, больше может прощать, привыкать к трудностям в жизни. Он больше может сделать то, что нужно человеку делать в жизни. Но человек, который имеет все, часто он расслабляется от этого внутренне. Не сильно хочет что-то изменить в своей жизни. И цель жизни поменять себя, стать более осознанным, внутренним, понять, что ты душа. Это означает очень глубокие отношения со всеми сторонами, душевные отношения. В этом цель человеческой жизни божественной жизнью жить, возвышенной и чистой. В этом случае, когда человек оставляет тело, тонкое тело выходит с душой из другого, и тонкое тело это тело желания. О чем думал, чем жил в этой жизни, такой результат ты достигаешь. В следующей жизни ты получаешь такое тело, которое дает тебе возможность так жить, как ты хотел. если жил как дерево, родишься балабалом, присутский пел. А если был средей, останешься средей. Понимаете? Ну, то есть, к чему человек стремится, к какому бытию человек стремится в этой жизни, такого он достигает. Человеческое тело предназначено только для развития работы над собой. Оно не предназначено для наслаждения. Животное тело предназначено для наслаждения. Есть много видов животных тел для многих видов наслаждения. Самое лучшее, допустим, если тебе нравится так, допустим, тебе нравится так, допустим, что-то подклевывать, вот подклевывать, пожалуйста, есть там, урабьеды, они клюют постоянно, там, всю жизнь. Если тебе нравится, допустим, сосать, вот пиво сосать, есть, как бы, животные, которые сосут постоянно, что-то. Если тебе нравится, допустим, Порвать кого-нибудь, пожалуйста, тигра, сколько хочешь, можно порвать, ему разрешено, это его жизнь такая, он всех рвет, как бы, ну, тигр, он так живет, имеет право, вот, если хочешь спать, пожалуйста, медведь полгода спит, без проблем, спишь и вообще никто не мешает, человек не может даже в 12 часов поспать, тело начинает ломить, болеет, непредназначенное человеческое тело, а в медведях, тело медведя спишь, полгода, достаточно для того, чтобы выспаться, вот, хочешь бегать, пожалуйста, тело антилопы, там, коня, там, ткачи, бежи по степи, очень хорошо, летать, орел, пожалуйста, сексом заниматься, обезьян, полдня можешь сексом заниматься, обезьян, хорошо очень, в теле обезьяны, но не в теле человека, понимаешь, чуть не так подумал, уже половые расстройства пошли, в теле человека, особо сексом не позанимаешься, тяжело, человеческое тело предназначено для развития, работы над собой, для этого мы рождены разумными существами, надо это осознать, причем развитие, не то, что в институте я обучился, это развитие или не развитие, не, развитие означает внутреннее развитие, развитие качеств, которые делают жизнь счастливой человеческой. Поэтому, когда человек развивается, то у него вот это вот все трудности жизни семейной встают на второй план, это становится чем-то внешним, понимает, что это у всех, он, кстати, развитый человек, понимает, что у всех есть трудности семейной жизни. Кажется, что только у меня вот такая страна, нет у всех, практически 90% людей страдают от личной жизни, очень сильно, особенно в Омске. Я в Москве точно так же говорю, особенно в Москве, тоже говорят, это точно, потому что как-то ближе, это вот мой город. Как научиться определять свое предназначение? Смотрите, как бы, есть, есть, вообще предназначение человека это духовная жизнь. Человек не должен думать, что его предназначение это работа. Вообще для женщины работа никогда не бывает предназначением, никогда. Работа это отдых для женщины, это способ расслабиться, снять с себя нагрузку для женщины. Если она по-другому относится к работе, она будет мучиться на ней. Если она хочет развиваться в работе, она хочет там что-то научиться делать. Рано или поздно у нее тут такой женщина из четыре стадии развития в работе. Первая стадия – очень нравится работать. Вторая стадия – устала. Третья стадия – надоела. Четвертая стадия – ухожу. Все, в работе, как у женщины, четыре стадии есть развития такие. И у любой женщины. Но если женщина к работе не относится спокойно, так, ну, работаю, работаю, я прихожу сюда отдыхать. Конечно, это начальнику не надо говорить об этом, что отдыхать приходишь. Ну, надо, как бы, делать вид, что ты заинтересована в развитии фирмы, кивать головой и все. Ну, как бы, у женщины, что ей нужно на работе? Ей нужно, чтобы было общение хорошее. Чтобы можно было покушать, там, по чай попить на работе. Потом можно было, чтобы по телефону позвонить домой. И при необходимости уйти пораньше. Это самое главное, что должно было все на работе. Но это означает опыт, это не означает работа. Так или нет? Поэтому женщина не должна сильно думать о предназначении моей работы. Женское предназначение – это семья. Там женщине тяжело реально. То есть, это ее труд, там победы, там счастье и страдания все в семье. И она там работает. Она реально там работает. Ей тяжело, но она работает и получает там результаты свои в личной жизни. Если женщина скупа по природе, она боится личной жизни. Поэтому она бежит на работу. Она думает, там я найду счастье. Но природа не предусматривает этого. Поэтому женщина должна признаться себе честно, что ей придется работать дома. А на работе отдыхать. И так женская жизнь приобретает более приемлемый смысл. Но это не означает, что она становится абсолютно счастливой. Потому что абсолютного счастья женщина достигает, когда она находит время для внутренней жизни. Означает отношения со святыми людьми в сердце. Изучение их жизни. Медитация, молитва, настроение на святого человека. Попытка связать свою жизнь с ним. Делает сердце чистым, радостным и глубоким. Жизнь становится глубокой и прекрасной. Мужчина должен к работе относиться серьезнее. И в этом плане надо понять. Есть два понятия предназначения чисто в работе. Первое понятие заключается в том, что надо делать то, что дает возможность зарабатывать. Это не является уже предназначением прям совсем человека. Но это является здравым смыслом. То есть человек должен там работать, где он может просто нормально себя содержать. Не то, что там совсем психика должна быть на это направлена, только на деньги. Но по крайней мере, чтобы можно было нормально как-то жить. Нормально означает, что работа не должна занимать весь день. То есть какая-то часть времени в течение дня должна остаться для работы над собой. Обязательно. Человек должен в течение дня иметь какое-то время, чтобы посвятить себя внутренней жизни. Обязательно. Эта внутренняя жизнь развивает человека. Она делает его более развитым. И поэтому следующее предназначение в работе, оно осуществляется в том плане, что у него есть определенная сила творческая. Какое-то желание интересного труда какого-то, что он чувствует, что это ему интересно вот так же. Обычно это желание интересного труда не сочетается с возможностью зарабатывать деньги сначала у человека. Но когда человек развивает себя как личность, интересно работать и иметь средства на жизнь становится примерно равным. Но всегда интересный труд, все равно менее плачен, чем там, где ей дают деньги. Понимаете? Чаще всего у людей в жизни. Поэтому надо выбрать тот труд, который тебе приносит счастье. Со временем. В будущем, когда ты разобьешь себя как личность. Более развитая еще личность вообще не думает о деньгах совсем. Человек, когда развивается сильно как личность, это значит, что он посвящает себя полностью людям. Начинает служить обществу, Богу. В полной степени начинает служить. Такой человек не думает о деньгах. Ему неинтересно думать о деньгах совсем. И о зарплате, и о работе он не думает. Просто служит общество. Общество дает ему средства на жизнь. Такая более свободная жизнь становится. У меня много знакомых людей. Некоторые, многие духовные учителя вообще не думают о деньгах совсем. Просто жертвуют столько им, сколько им нужно. Они в основном даже на эти деньги строят храмы и так далее. Многие люди, которые очень ответственно относятся к жизни, они накапливают достаточно влиятельной силы в обществе. И поэтому они не думают о деньгах тоже. У них достаточно много денег, чтобы решать все вопросы. Но они думают не о себе. Они думают о том, как развивать общество, как развивать сотрудников. Заботятся обо всех. Да это счастливая жизнь. Есть, конечно, тупые люди, как бараны. Они уперлись в это желание зарабатывать денег. Это признак тупости. Такой бараний вид мышления. То есть он гребет и гребет под себя. Уже куда ему крестить? У меня есть один такой интересный человек. Богатый в Киеве. Ну, правительство даже в какой-то степени. Организует мне там мои лекции. И к нему пришел один знакомый. Он говорит, если ты подпишешь этот документ, то мы с тобой заработаем большие деньги. Несколько сот миллионов долларов. Давай, подпиши. Это же просто подписываешь и все. И он спрашивает, зачем тебе такие деньги? Что ты с ним будешь делать? Ты считал, сколько тебе надо на год, чтобы... Ну, как бы... Для полного счастья. Вот Шурочка полаганул. Для полного счастья ему немного совсем надо на год. Говорит, я не считал. Ну, зачем тебе такие деньги? Ну, что ты с ним будешь делать? И он говорит, я посчитал. Он сказал какую-то цифру там, несколько миллионов долларов. Если просто тратить и тратить непрерывно деньги, то вот за год как раз вот такая сумма получается. Примерно. И он говорит, иди посчитай. Потом придешь, и я тогда буду думать, подписать или нет. Он не пришел. Посчитал. И он говорит, ты вот сейчас будешь убиваться, ради того, чтобы эти деньги зарабатывать. Может тебе просто подумать, как жить правильно. Вот лекцию у меня есть хорошая, послушай, дал лекции мою. Он не пришел больше. Это безумие. Это просто безумие. Понимаете, люди, они чем занимаются? Они всю жизнь тянут к себе деньги. И со страшной, есть много интеллектуальных людей сильных, которые могут тянуть деньги и могут их притянуть в большом количестве на себя. У них есть интеллектуальная сила для этого. Веды объясняют, что когда человек, деньги означают возможности. Когда человек набирает возможности много и использует их просто для себя, для удовлетворения своих нужд. А деньги, это энергия Бога. Они предназначены для счастья людей. То есть, если у тебя, допустим, много денег, ты можешь много счастья сделать людям. Много очень. Допустим, у тебя есть там несколько миллионов долларов. Ты можешь реально осчастливить целый город. Целый город. Ты можешь подумать, как это сделать. И сделать очень научно, правильно. Сделать какое-то место, где люди будут получать духовное образование. Где люди будут изучать, как правильно жить. Они будут лечиться правильно как-то. Какими-то честных людей найти врачей. Один построил больницу. Этот человек сказал, я буду сам оплачивать вашу работу. Найдите мне честных врачей. И смогли найти. Искали, искали, нашли. Ну, такой это был случай именно в Украине. Я знаю, например. Ну, так или иначе, если человек талантливый, он может найти, как деньги применять правильно. Чтобы люди были счастливы вокруг. В этом смысл привлечения денег. Есть только в этом смысл. Разумные люди понимают, что много денег не надо в свою жизнь привлекать. Потому что ты не сможешь их отработать по карме. Ну, если ты деньги использовал на себя, они становятся причиной твоих страданий. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Человек тянет на себя вот это благо, богатство так. И он, допустим, не отрабатывает в этой жизни это все. Не отдает людям столько, сколько он должен отдать. В следующей жизни он рождается должником. То есть, не то, что у него будет столько же много денег. Нет, наоборот. Он будет нищим. Как в ведах описывается, если человек зря тратит воду, он может родиться в пустыне. И жить без воды. Если человек зря тратит деньги, значит, он не сможет зарабатывать деньги в следующей жизни. У него будут большие крупности в этом. Все именно так происходит. Но мы не знаем об этом ничего. Мы безумцы, которые пытаются просто тянуть на себя. И потом это приводит к жутким проблемам. Если люди немножко изучают это, то они знают, как это происходит. У меня есть несколько уже примеров. Люди серьезным бизнесом спиртным занимались. И рассказывают, как у них рушится судьба от этого бизнеса. Потому что люди же пьют вокруг, портят себе жизнь. И ты за это отвечаешь, потому что ты организовал этот бизнес. И мне рассказывали, что с ним происходит. Они спрашивали, что делать. У человека всегда есть выход в жизни. Не то, что он все прокрут, он теперь будет мучиться, висеть, жариться где-то. Нет. Начни раскаиваться, начни молиться. Тебе придется, конечно, отработать все эти поступки. Но все равно, даже в это время, ты будешь счастлив. Хотя гроза будет висеть, над какой тучей будет висеть. Расслабишься и начнет на тебя лить. То, что приносит тебе страдания. Точно так же, женщина бросила мужа. Она получила плохую судьбу. И мужчина бросил жену. Но это не значит, что жизнь закончена. Надо раскаиваться, надо молиться. В любом случае, чтобы мы не делали результат событий такой. Надо понять, что многие вещи в этой жизни приносят нам страдания. И чтобы этого не происходило, надо просто по-другому начать жить. Надо начать жить правильно. Это и счастье принесет с самого начала. И со средствами не будет проблем. Потому что, когда человек живет благочестиво, у него появляется много хороших друзей, которые могут ему помочь. Не оставит его без штанов. Мы им так по-простому говорим. Вот меня без штанов не оставят, я знаю точно. Если у меня все отнимут, найдутся люди, которые мне помогут в жизни. Не дадут мне голоду помереть. Мне кажется, что даже в этом зале кто-то может так подумать. Вот. И поэтому, в чем беспокоиться? Надо просто учиться честно жить. Как определить свое предназначение? У меня есть семинар целый на эту тему. Называется «Предназначение человека послушать». Там есть четыре категории разума у человека. Один категория означает, что человек склонен изучать, давать знания людям, учиться, давать знания. Вторые люди склонны управлять. Третьи склонны деньги привлекать и отдавать их жертвовать. Четвертые склонны творчески трудиться просто. Эти склонности заложены в человеке, они видны. Когда видны? Когда человек начинает работать над собой, он раскрывается как личность. Предназначение человека находится в сфере его бескорыстной деятельности. В этом секрет и обгадка. Допустим, маленький ребенок. Он, допустим, для мамы возит не для себя, а для мамы на машине дом ей строить хочет маме. Значит, у него такая природа, строить дом для мамы. Некоторые говорят, а у меня природа кушать или спать. Мне нравится кушать, спать, сексом заниматься. Нет, это не природа. Это просто твое желание наслаждаться. Это животное, как бы, твое качество. Природа человека и человеческая природа, разумная, связана с разумом. Что ты можешь бескорыстно для людей делать, тебе нравится отдавать это людям. В этом твоя природа. Мне, допустим, нравится бескорыстно лечить. Но вот готовить бескорыстно мне не нравится. Допустим, готовить, кормить всех не тяжело, мне легче самому кушать. Но лечить мне хорошо, я могу лечить. Многое мы лечим людей, творительных актов и так далее. У кого-то природа как-то помогает человеку другим. И в этом деятельность человек должен родиться. В этой сфере, где ему легко отдавать людям. Он будет испытывать счастье от такой деятельности. Кому-то нравится отдавать деятельность руками, кому-то что-то другое. Кому-то нравится преподавать и так далее. Понимаете? В этом природа человека. Но это не значит, что ты сразу на этом деньги сможешь зарабатывать. Нет, для этого надо развиться как личность. Поэтому, когда человек работает над собой каждый день, это означает, что он выполняет режим дня, молится каждый день, под холодным душем стоит, прощает, просит прощения, держит свои обещания. Молодым людям хорошо также физически развиваться. На тренировки ходить тоже, волю укреплять там свою и так далее. Эта работа над собой, она развивает человека и делает его потом счастливым, в конечном счете. Он становится способным также по своей природе жить. Правила отношений относятся только к... Сейчас я живу с одним мужчиной, без брата. с ним все хорошо, но у меня остались чувства мужчины, которые будут за него. Он от меня ушел. Я же вам говорил на прошлой лекции, что когда человек разрушает отношения, допустим, от вас ушел мужчина. Вы думаете, это он разрушил отношения, я теперь буду счастлива без него. Он ушел от меня, он виноват, все. Ушел человек от тебя, жди. Молись за восстановление отношений. Поставь себе слово. Полгода, год ждать близкого человека. Не имеется в виду, вот люди повстречались, разосрались, потом нам год ждать. Нет, мы говорим о семье. То есть вместе прожили какое-то время, особенно дети появились, ушел человек близкий. Не знать, что ты можешь сейчас уже искать кого-то другого. Нет, надо ждать. Молиться за то, чтобы отношения были созданы. Просить его вернуться, раскаиваться перед ним и так далее. Ждать какое-то время. Но не фанатейки в этом плане. Ждать не означает с ума сходить по человеку. Он должен ко мне вернуться, Олег Геннадьевич. Не факт. Не факт. Никто никому не должен в этом мире. Все очень жестоко себя ведут. Они просто пользуются людьми. Потом разрушают отношения. Много эгоизма у людей. Поэтому не факт, что человек обязательно вернется. Но такого правила надо ждать. Надо молиться, чтобы он вернулся. Чистое отношение к нему культивировать, развивать. В разлуке лучше эти чистые отношения развивать. Он не возвращается. Постепенно в молитве у тебя возникает ощущение, что ты свой долг в этих отношениях выполнил. У тебя возникает облегчение. Такое чувство легкости. Сердце твое освобождается уже от этих отношений. Достаточно Бог тебе сказал. Хорошо, ты хороший человек. У тебя будут другие отношения. Эти закончены. Ты молодец. Ты справился. Ты выполнил свой долг в этих отношениях. Пожалуйста, можешь получить сердце в его человека. Если мы говорим, я хочу другого сейчас. Уже мне по барабану все эти долги. Хорошо, получай. Но тогда у тебя сердце не будет свободным. Мучаешься с этим. Не успела с тем намучиться, уже с этим теперь мучаешься. Пожалуйста, мучайся с двумя сразу. Хочешь с тремя, можно с тремя. Нет проблем. Хоть десять. Но от этого ничего не меняется в лучшую сторону жизни. Как говорят, хрен редкий, не слаще. Понимаете? Поэтому человек должен учиться правильно жить. Он должен строить четко отношения. Правильно, как вы развиваете отношения в свою жизнь. Правильно строить. Знать правила эти, понимать их и выполнять. Это всегда трудно. Но это всегда дает очень счастливую судьбу. Хороший результат. Поднимите руку, кто из вас ждал, молился, и сердце облегчение наступило. Есть такие люди? И как? Сколько? Па, два, три. Ага. У вас жизнь... У кого потом жизнь не стала счастливой лично? Поднимите руку. Вот вы ждали, так молились, так сказали. Жизнь все равно не стала счастливой. Есть такие? Вы ждали, молились, жизнь счастливой не стала. Легче немножко стало. Есть ошибка. Вы не ждали, молились, вы требовали от судьбы этого человека. Вы были сильно привязаны к нему. И сейчас привязаны. Пусть до сих пор обвиняете судьбу в том, что она у вас отняла человека. Это грех, как же. Это неправильно. Видите, то есть не то, что вы все правильно делали, вы совершили ошибку. Вы требовали человека от судьбы. Надо было просто выполнять перед ним свой долг. Поэтому не получилось. Неправильно получилось, не было знания. Остальные, видите, вот еще два человека. Ну, расскажите, как у вас было. Семь лет назад он ушел. Да. А вы все равно не простили. А вы все равно не простили. Ну, не простили. Поэтому и не замужем до сих пор. Потому что вы не выполнили экзамен. Вам молитва-то плечо предназначена для того, чтобы чистое отношение с человеком развить. Понимаете, что такое брак? Брак предназначен для того, чтобы два человека увидели божественное друг в друге. То есть надо служить, заботиться друг о друге, не желать ничего взамен. Хотя сами семейные отношения заставляют наслаждаться друг другом. Появился объект наслаждения. Хочется наслаждаться им. Называется греховная жизнь в семье. Когда человек начинает пользоваться другим. Это приводит к чему? К бою. Люди начинают выть друг от друга потом. И привязанность это делает так, что один рушит отношения и уходит. А второй мучается и зовет этого человека. Это опять восстание против судьбы. Звать, требовать человека себе означает жадность. Не означает, что я верная жена. Нет, это не признак верности. Верность, она это спокойное чувство. Это не чувство жгучия, в котором ты требуешь себе человека этого назад. Вот это грех. Вы опять неправильно поступили в жизни. Поэтому мы остались однажды. Видите, многие люди, они выполнили свой долг перед судьбой. Они создали счастливые семьи потом. Вот, да, есть такие результаты. Есть. Мне подсказывают люди. У нас такой результат. У нас сейчас нанес. Есть и такие результаты. Видите, жизнь непростая штука. Ее надо изучать, как жить. Мы ничего не знаем об этом. Мы не изучали, как жить. Мы изучали, как зарабатывать деньги. Нас так научили. Я в девятом классе как-то пришел на урок труда. И преподаватель пришел. У него были такие глаза воспаленные. Я помню. Он сказал, сейчас я вам скажу. Я тогда уже изучал Чернышевского там. Ну, пытался понять вообще, как жить. Толстого изучал. Ну, то есть я очень был глубоко изучал, как жить. Мне это волновало больше, чем математика, физика, химия. Мне хотелось понять, как жить правильно. Потому что отец пил, мать пил постоянно. И в семье скандалы. Я думал, ну, это же неправильно так жить. Я хотел жить правильно, изучал это все. Бог мне помог тем, что у меня были страдания в детстве. Бог помог мне. И он пришел, этот преподаватель труда, и говорит, сейчас я вам все объясню. И он дам знания, которые поможут вам жить. И он нарисовал мужские половые органы и женские. В доске. Самое главное. Сказал, вот это вот самое главное. Вы должны знать, как все устроено. Должны знать, как заниматься всем этим правильно. Когда не было интернета, дети не знали, как заниматься. Вот, ну, почему-то даже собачки, они не знают, как и ничего, но они занимаются. У них нет, они изучают эту тему, но они занимаются. Даже собачки и кошечки. Нормально занимаются, без проблем. Но вот это главное. То есть люди многих привлеклись к этим знаниям. У них последователи появились. Я подумал, что это не то. Наверное, это не самое главное знание. Когда думал. Потому что я вот Толстого читал. Он Толстой ничего не пишет. Там надо было. Ну, как же так? Наверное, это не самое главное. Потом я многие другие вещи изучил. И понял, что он просто шизофреник. Преподаватель по труду. Потом узнал, что у него нормальная жизнь и неотличная. Много чего новенького про него. Из школы выгнали, конечно, потом. Потому что узнали преподавателя, что у него маньяк просто. У него психика настроена только в одном направлении. Вижу цель, не вижу препятствий. Это глупая жизнь. Многие мужчины думают только о сексе. Они смотрят внутренний взор и мыщут женщину. Себе психики думают о женщине. Деградация сознания. Деградирует просто. Мужчина думает о женщине. У него психика плавится. Он теряет волю, силу, обладание. Он становится привязанным к пиву, вину. Потому что вино, оно возбуждает это сексуальное желание у сердца. И человек поддерживает с помощью спиртного у себя это состояние. Это так происходит деградация сознания. Мужчина должен более возвышенные мысли культивировать, учиться в своем сердце. Чем просто секс. Сейчас никто об этом не говорит. Ну, мало кто-то говорит, но очень мало. В основном люди говорят о том, как достичь денег. Как достичь успеха. Лезть, запретно секса. Квартиры, машины. Вот эти примитивные, такие полуживотные виды счастья стали основой жизни. Все стремятся к этому именно. Фильмы, 90% фильмов показывают это. Как иметь деньги, как иметь нормальный секс, яхты. Там, секс, яхты. Или убивать просто всех. Убивать тоже такое показывают. Это что означает? Это означает тупость. Это такие, сутки, сутки, сутки. Это же не жизнь. Человек становится тупым, просто ненормальным. И оттуда все страдания идут. Потому что мы не стремимся к тому, куда себе представьте. Муж и жена начинают жить правильно, работают над собой. Хотят, прощают друг друга, просят прощения. Не хотят пользоваться друг другом, а хотят приносить счастье друг другу. Разве у них не будет счастливая семья? Будет 100%. Но ведь люди не знают, что в этом счастье заключается. Они думают, что счастье в том, чтобы пользоваться, наслаждаться. Каждый говорит, почему ты не можешь сделать так, как я хочу? Начинают ругаться друг с другом. Есть один ответ, почему мужчина не может сделать так, как женщина хочет. Потому что ему тяжело это, больно так делать. Больно, унизительно, тяжело. Почему женщина не хочет делать так, как мужчина хочет? Потому что ей больно, унизительно и тяжело. Женщине очень тяжело вот так постоянно пивать мужу. Очень тяжело быть инструментом, просто машиной для секса для него. Женщине очень тяжело грубо слушать мужскую насилие, чтобы ходить по стронке перед ним. Очень тяжело женщине так жить, поэтому она так не делает. Мужчине очень тяжело постоянно перед женщиной вот так вот. Моя дорогая, моя дорогая. Это же женский секс, тонкий женский эгоизм. Женщина думает это нормально, это же и есть возвышенная жизнь. Мужчина ходит вот так, снимает рога. Вот так вот. Постоянно. Думают женщина, вот это есть возвышенная жизнь, нормальное отношение это означает. Женщина думает, не нормальное отношение. Это означает эксплуатация женская, уже по женски эксплуатации. И она более тонкая и такая изощренная. Мужчина, не каждый мужчина понимает, что это эксплуатация. Я просто не могу так жить, я дурак, наверное, я не могу так жить правильно, как жена хочет. Вот, но это эксплуатация тоже только по женски. Есть грубый секс, мужчина больше привязан к этому, женщина привязана к тонкому сексу. Комфорт в квартире, вот это вот. Все в квартире, вот это вот. Это тонкий секс. Это не то, что такое, это так надо жить, мой хороший. Нет, это тонкий секс. Быть привязан к комфорту, это означает тонкий секс. Наслаждаться телом ребенка, это тонкий секс. Не то, что это любовь к ребенку, нет. Любовь к ребенку означает сделать его хорошим человеком. Это для матери очень большая эскеза. Надо ограничивать свои чувства по отношению к нему, чтобы строго достаточно себя вести, чтобы он вырос хорошим человеком. Это любовь. А наслаждаться его телом, баловать его, это не любовь, это вожделение женское. Оно дает несчастной плоды, сильную привязанность к ребенку, гиперопеку, особенно мальчика. Означает потом, что ему нельзя шаг осягнуть самостоятельно. Он в результате злится на маму, не хочет ее видеть рядом. Она его мучает, потому что она хочет наслаждаться ими. Видите, как много тонких таких моментов разрушающих в жизни. Все эти моменты означают только одно – эгоизм, желание жить за счет другого, наслаждаться другим человеком. И это объясняет. Самый большой враг человека – это эгоизм или вожделение, по-другому говорится. Желание наслаждаться. Но желание служить – это основа счастья. Противоположное желание, аскетичное желание, умисительное для людей поначалу. Женщине умисительно просто готовить мужу, и при этом он не скажет спасибо, а ведь иначе. Я умисительно не хочу так готовить. Пускай говорит спасибо, гад. И тогда я буду хорошо готовить ему. Бескорыстно. Абсолютно бескорыстно, но спасибо он обязан сказать. Все. Правильно. Правильно. Но только с одной лишь стороны. Если женщина готовит для Бога, есть кому спасать спасибо. Высшие силы благодарны всегда. Женщина готовит, ставит изображение святого человека, начинает готовить для него. Потом освящает эту пищу и дает мужу своему. И ей спасибо уже сказали, в сердце уже это пришло. Она уже не нуждается в благодарности. И она может спокойно отдать эту пищу мужу. Зная, что он может сказать, может не сказать. Может быть он устал, но у него нет сил сказать спасибо. У нее появляется уже этот здравый смысл, здравое мышление. Поэтому веды говорят, все что ты делаешь, посвящай высшим силам. Люди не могут быть до конца благодарны. Работаешь на работе, посвящай святому человеку эту работу в своем сердце. Это установится контакт. На том-то плане мы все связаны. С любыми, даже тем, кто уже не живет на этом мире, мы в этом мире, мы связаны. Немедленно связь устанавливается тут же. Может не верить, я могу вам тысячу раз это доказывать на лекции здесь. Там проводили мистические всякие эксперименты. Там кто-то у кого-то умер и объяснял чувства по отношению к нему. Что надо делать, как надо молиться, чтобы чувство изменилось. И потом объяснял, куда пошел этот человек. Сейчас мы проведем такой эксперимент с вами. Немножко необычный эксперимент. Так как у вас необычное место в Омске, потому что многие люди ходят на лекции и уже сильно работают над собой. Мы сейчас проведем другой эксперимент. Как обычно. Поднимите руку, кто из вас после прошлых лекций начал молиться за близкого человека, который ушел из этой жизни. До лекции молиться. До лекции молиться. Замечательно. Вот не были на лекциях молиться? По-моему, уже не молиться. Замечательно. Вы так делали, да? Как зовут человека? Ну, какого-то из них. Как зовут? Владимир. Давайте сейчас будем общаться с вами очень близко об этом. Насколько я понимаю, он оставил тело где-то 7-8 лет назад. То есть не сейчас. Когда примерно? В 2007 год. Это 4 года назад. Сначала он пошел на низшие планеты. У вас было каменное сердце, вам было тяжело его вспоминать. Насколько я понимаю, вы начали серьезно молиться о нем не сразу. Ну, где-то года через два. После того, как он ушел. И сейчас он уже не на низших планетах. Вы отманили его. Вы это чувствуете сами. У вас чувство радости за него. Так вы правильно говорите? Видите, мы не договаривались. Это значит, что связь есть. Он связан с этим человеком. Он ему помог. И Бог очень благодарен за это. Когда мы кого-то отмаливаем, мы получаем пятерку в аттестате. В аттестате, которая у нас есть от Бога. И в нашей жизни становится удача в жизни. Что такое удача в жизни? Как раз вот такие пятерки, которые человек получает в отношении с Богом. И с другими людьми, родственниками своими. Кто еще поднимал руку, кто молился? Как зовут человек? Мало молились. Видите, я ничего не знаю. Ничего не знаю. Вот она сказала, Наталья, я молилась. Я говорю, мало молились. Сколько вы молились? Заказывала службу, это не молитва. Понимаете? Это не молитва, понимаете? Она все еще знайнейшая планета. Она мучается. Потому что вы свой долг не выполнили. Надо душу отдавать, понимаете? Надо самой молитвы, а не то, что молись, дяя добрый, за Наталью. Нет? Пускай она послушает. Потому что я хочу пообщаться с этой хорошей женщиной. Она так, глубоко принимает эти слова. Но надо со мной это делать с утра. Поставьте изображение святого человека. Молитесь ему. И у вас на сердце, вот сейчас на тяжести у вас на сердце, она пройдет. Почувствуйте легкость. Я вам сейчас это докажу. У нас много здесь людей. Как зовут человека? А? Ну, смотрите, сначала ничего не получалось. Вы начали молиться более искренне. Я думаю, что вы молитесь где-то уже 4 месяца, так? Сколько? 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 Два месяца назад она начала подниматься из нашей планеты. У вас появилось облегчение. Но она еще не поднялась. Надо продолжать. У кого наступила радость на сердце? Такое ощущение счастья? Мы молились долго и счастье наступило. Есть такие? А если недолго? У кого счастье наступило? Как зовут? Ирина. У кого счастье наступило? Ирина. 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 Вот так вот раз. И на душе не случайно светло. Понимаете? То есть поменялось что-то? Не, мне сейчас надо вот этого человека найти. У вас как зовут человека? А какой? Все. Пошел. Наверное. Сколько моментов? Сколько моментов? Полгода просил. Я не знаю. Валяется. А по кругу. Сколько вы молились? Сколько вы молились? Полгода может быть. Может быть год. Я не знаю. Что вы чувствуете на сердце? Сейчас облегчение. Какое облегчение? Сильное? Или просто облегчение? Сильное? Сильное. Он идет наверх. Он еще идет. Но он уже не там, не внизу. Представляете, что вы сделали? Человек всю жизнь слышал грехи и пошел вниз. А вы взяли его и спростили. Сделали так, чтобы Бог простил его. Представляете, красиво. Какое счастье. Как жить? Ведь можно это делать не только с теми, кто ушел. Можно, допустим, садиться в уголок. Мой муж, допустим, грешит. А ты молишься за него и побеждаешь его судьбу. Он потом приходит к тебе и говорит. Дорогая моя. Ты такая у меня хорошая. Я из-за тебя просто убить. Это правда? А вот мама не может простить. Простить? Ну да. Это означает злоба. Если мы не можем кому-то простить, это означает злоба. Все. А это мешает? Нет, не хорошо. Если человек не может простить, вот люди говорят, что такое проклятие. Я не могу простить, я против. Проклятье невозможность простить. Люди часто осуждают, руки их не понимают, что они сами как бы достойны такого отношения к себе. Вот именно такого. Это хорошо. Сам себя осуждаешь? Это хорошо. А если я не знаю, то я не знаю, то я не знаю. Хотите знать мнение ветвий? Да. Можно. Почему нельзя? Она больна просто. Больной человек. Здоровый человек сам убийством в жизни не кончает. А больной в основном это делает. Но за больных людей чего нельзя молиться что ли? Она болеет, просто больная была. Я вижу этого человека. У нее было где-то две недели перед тем, как она тело оставила. Она не соображала ничего. И потом она оставила тело в этой горячке. То есть духи поразили ее существование. Олег Иванович, а как существует мнение, что когда молишь за кого-то, ты как бы грехи этого человека на себя тоже заберешь? Вот мне так говорили астрологи. Люди настолько тупые, как бы они изучают веды. Это тупость высшей степени. Понимаете? Изучать веды и не понимать что такое веды. Я он астролог. Берешь грехи на себя. Ну как ты их можешь взять на себя? Ты кто вообще такой? Ты Бог что ли? Возьмите грехи другого человека на себя. Да вы возьмите просто мысли другого человека себе в голову попробуйте взять. У меня у вас не получится. А грехи это боли. Вот смотрите, если взять, допустим, срез ума человека. Мысли находятся на самой поверхности. Ниже мысли находится настойчивое настроение. Еще ниже настроение находятся его болезни. А еще ниже болезни находится та сила, которая влияет на других людей. Которую мы вообще не знаем. Допустим, муж мой пьет. И я думаю, почему, допустим, мой муж пьет? Я хорошая такая, а он дурак пьет. Почему он мне достался хороший дурак такой? Так вот, у тебя есть сила изнутри, которую ты себе вообще не знаешь. Которая заставляет его бить. Тайну. Тайну нашу жизнь. Потому что ты в прошлой жизни была пьяницей, а сейчас за это отвечаешь. Читая себя хорошей при этом. Тайна жизни. Трудно достижимое понимание до сердца. Но в молитве можно это узнать. Это откровение. Человек молится, молится. Много чего хорошенького про себя может узнать. Много чего хорошенького. Я разок молился, молился, молился наставнику своему. И увидел себя маленьким существом таким. Маленьким, как душа его девец. И окруженным грехами, и вонючим. Таким вы говорите. И вот эта вот такая вонючая сущность читает 7 лекций. О том, как правильно жить. И сразу знания пришли. Это правда, которую надо принять в жизни. А вот это то, что мы из себя вытворяем и делаем, это неправда. Понимаете, одна моя знакомая прочитала Багавадгиту, то есть Священное Писание серьезное. Там есть раздел Божественной натуры, демонические. Она пришла ко мне и говорит, вот все, что я прочитала Божественной натуры, это про меня, Олег Геннадьевич. А демонические натуры все про моего мужа. Это первая стадия осознания истины, понимаете? Самая первая. Потому что, когда человек начинает молиться, он потом говорит, вот все, что про Божественную натуры, это про всех моих в окружении. А демонические натуры, это все про меня. Это значит, что он очень близко к истине подошел, понимаете? Потому что очень легко видеть грехи других. И люди в основном видят грехи других. И видят благочестие свое. И это означает НЕ-ВЕ-ЖЕ-СТВО. Потому что культура человеческая означает увидеть хорошее в других. Даже в тех, кто много грехов. И увидеть, видеть всегда в себе грехи. Это и есть здравое нашление, порядочность и культурный человек означает. Часто люди бросают есть мясо. Это очень хорошо бросить есть мясо. Означает чистая жизнь. Но из-за того, что они бросают есть мясо, они постепенно начинают чувствовать, что вокруг живут одни скоты. Все просто какие-то шлипцы. Как с ними можно работать вообще? Как можно жить рядом с этими невежными вообще-то? Такими ужасными людьми. Я такой чистый, возвышенный. Я не ем мясо. А они такие все вонючие вокруг. С ними даже сидеть рядом нельзя. А не то, что общаться. Это что развитие личности? Что развился человек? Нет? Гордость от того, что он сделал одно просто маленькое хорошее дело в жизни. Но от того, что он не знает, что такое развитие личности, он это дело испортило всю судьбу. Он вот этим маленьким хорошим делом начал очень сильно гордиться и в результате деградировал. Это называется деградация. Понимаете? Читает себя очень возвышенным. А всех остальных скотами. Это и есть деградация. Некоторые от того, что защищает кандидантскую диссертацию. Вот просто кандидантскую диссертацию. Понимаете? Все поперло. Все поперло. Все поперло. Все. Все. Деградировал человек просто от того, что ему ученую теплую степень дали. Некоторым мастером на заводе становились. Все. Каждый суслик у себя на поле агроном. Понимаете? Деградировал от этого. Начал всех понукать, всеми командовать. Он лучше всех. Хотя любой подчиненный, который его слушается, он возвышеннее. Потому что он имеет возможность слушаться. Когда человек имеет возможность слушаться, он более возвышенный. Когда человек имеет возможность только орать, он менее возвышенный. Вот Стас, допустим, постоянно служит. Служит, служит. Я думаю. Да ему надо лекции читать. Вот. Так. Да. 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 Веда объясняет, что когда человек ставит еду, то он обеспечивает возможность переформировать тонкое тело человека и ему дает возможность добраться до туда, где он дальше должен страдать или жить как-то. Нормально добраться. Этого недостаточно. Надо молиться за человека, чтобы сжечь его грехи. Какие молитвы были? Надо иметь отношение с Богом строить. Вы читаете молитвы, которые радуют святого человека. Он сам если читал какие-то молитвы, то молитва будет радовать его сердце. Если с святого человека сердце радуется, а связь с ним есть, если у нас есть связь с нашими родственниками, почему с святым человеком мы не можем установить связь? Надо вот так устанавливаться легко. То ваше сердце получит опыт сжигания грехов близкого человека. У них сердце придет радость. Я как бы хотел именно об этом слышать. Понимаете, об этом хотел слышать. И услышал несколько человек. Добилось этого. У них появился духовный опыт. Они теперь знают, как строить отношения со всеми. Они не будут надеяться на то, чтобы надо поболтать, к психологу сходить, что-то еще сделать. Они просто будут садиться с утра и маленького читать. И таким образом изменять отношения. Понимаете? Потому что, смотрите, есть два способа жить. Один способ ждать. Счастье ждать. Означает искать наслаждение от жизни. Первый путь. Второй путь ничего не ждать. Сказать, я ничего не достойно в жизни. Вот то, что я имею, то и достойно. Что еще ждать можно? Чего вам ждать? Чего не надо ждать? Надо садиться и молиться просто. Ваша жизнь станет счастливой. Через полгода вы уже будете почувствовать это. Скупость человеческая заставляет его ждать всю жизнь. Счастья никакого нет от этого вообще. Пустая жизнь. Он сел, начал желать всем счастья, молиться внутренней жизнью. Час, два в день все занимается. Счастье приходит немедленно. Неделю так пошел, стал счастливым. Все. В тех условиях, в которых ты находишься. Давайте проведем вопрос. Кто из вас получил этот опыт в жизни? Поднимите руку. Какой? Который сказал. То есть человек начал молиться, и он стал счастливым в тех условиях, в которых был. Вот смотрите в зал. Поговорите, запомните кого-нибудь, подойдите и поделитесь. Познакомь с человеком, и он вам расскажет, как жить, как так делать. Такое общение является самым важным в жизни. Вот смотрите, вот то, что мы сейчас с вами общаемся, это не является самым важным в жизни общением. Потому что это общение знакомит только человека с духовной жизнью. Но когда вы знакомитесь друг с другом, и начинаете опыт там делиться, вот это вот уже самое важное общение становится. Потому что оно более близкое. Оно более доступное. Потому что что там я с трибуны сказал? Может я еще выдумываю. А вот если вы начинаете общаться с человеком, который не на трибуне сидит, а просто живет обычной жизнью. Он не заинтересован в кого-то в чем-то убедить. Вот тогда вы получите очень близкий опыт этого знания. Вам надо знакомиться друг с другом после лекции, и общаться на духовной теме. Это общение очищает всю жизнь человека. Люди часто есть разные виды дружбы. Есть дружба, чаще всего люди дружат для того, чтобы была возможность нормально работать. Деловая дружба так называемая. Самый примитивный вид дружбы. Никакого толпа от этого дружбы нет вообще. Просто пустая дружба. Ты просто работай, и люди будут с тобой дружить из-за того, что они будут бояться, что их выгонят, и все. Даже не надо беспокоиться об этом виде дружбы. Она сама собой возникает из-за того, что люди хотят, чтобы у них в жизни все было хорошо. Они поэтому знакомятся и поддерживают такие отношения. Следующий вид дружбы – это дружба во время отдыха. Люди вместе ездят отдыхать, и поэтому они дружат. Ну, более глубокий вид дружбы, но все равно примитивный. Самая возвышенная дружба – это дружба для развития, для духовного развития. Вот этот вид дружбы вы вот здесь только можете установить. Потому что здесь приходят такие люди удивительные, которые хотят работать с собой. Уникальные люди. Уникальное место, понимаете. Собираются столько людей, которые глупо не знакомятся с ними. Вам надо, Стас, вам надо завести здесь… Передайте Татьяне. Вам надо завести такой, как бы… Лис знакомств. Может, даже и знакомств для создания семьи. Те, кто слушает лекции. Лис знакомств. То есть, я хочу познакомиться, узнать побольше людей. Допустим, человек пишет. И телефон оставляет свой. Хочу заниматься работой над собой. Телефон оставляет. Ему звонят те, кто тоже хочет. И они тоже себя отписывают. Они переписывают телефоны. Созваниваются. Вы оставили свою фамилию? Меня зовут Саша. Меня зовут Петя. Очень приятно. Все. Начинают дружить. Изучать, как правильно жить, работать над собой, обмениваться опытом. Очень ценно, только если бы это было так или нет. Надо сделать. Разошлась с мужем по моей инициативе. Но не называется «Разошлась с мужем». Как это называется? Бросила мужа. Надо правильно все называть. Тогда Бог будет больше любить вас. Ну, теперь идет объяснение, почему я бросил. То есть, нет смысла объяснять. Что объяснять? Дальше объясняю. Мы духовно не совпадали. То есть, это означает, что он плохой, что я хороший. Сейчас расскажу. Мы духовно не совпадали. Муж любил боевики, компьютерные игры, недостаточно целеустремленные. Но, как бы, из скромности женщина не написала, что она любила молитву, слушать лекции доктора Тарсенова. Она, как бы, такая возвышенная. Он козел. Я одна теперь. Как правильно отработать карму и встретить близкодуховного человека? Ну, кому вчера работали? Меня со всем запутались. Всем запутались. Как встретить близкого духовного человека? Вы же бросили человека. Вы должны быть заказаны, наказаны сначала за это. Как вы хотите кого-то встретить? Сначала вы бросили человека, теперь хотите встретить. Так не бывает. Если вы встретите, значит, точно выйдите к отношению к Словичному Пазаде. Первое, что вы должны делать, вы должны молиться для того, чтобы понять, что он не такой козел, а у меня не такая хорошая. Для начала. То есть, молитва отрезвит. Надо сначала понять, что заставило меня бросить. Может быть, гордость собой. Может быть, непонимание, зачем Бог нас свел. Многие вещи, как бы, произошли, в сердце должны произойти, чтобы понять, что я поступила неправильно в жизни. Когда человек это понимает, дальше идет путь раскаяния. Длительный достаточно путь. И на этом пути раскаяния наступает момент, в котором Бог решает. Или вернется этот назад? Представляете, Бог это решает, как раз, а не мы. Или этот человек назад вернется в нашу жизнь. Или другого давать. Вот этой дури, которую я уже дал человеку. Надо давать другому. И Бог так размышляет. Надо иногда как-то со стороны Бога размышлять. Я уже дал ей какую-то. Что она еще хочет? От меня она бросила его, еще хочет. Объяснительную записку написал Олег Геннадьевич. Почему бросил? Он ничего не меняет. О, я хороший. Лучше бы эти слова не говорили. Не буду ничего говорить, потому что вы скажете, что Олег Геннадьевич меня сгласит. Посмотрите чуть-чуть. Сколько она живет за вторую? У меня хороший вопрос. Я сейчас расскажу, как бывает. Смотрите. Есть определенный фокус. Я уже говорил на этих лекциях. Этот фокус я сейчас расскажу. Есть определенный фокус наказания, как высшие силы наказывают человек. Допустим. Эх, яблочко, надоело мне жена, пойдут девочки. Хорошо. Спел песенку. Красивую. Бросил. Дальше что происходит? Вы что думаете, сразу приходит табличка? Ты наказан, да? Нет. Не все так просто, как вы думаете в жизни. Что дальше происходит? Дальше человек видит перед собой мечту своей жизни. Девушку своей мечты, королеву красоты видит. Дальше. Ради которой он, в общем-то, жену бросил. Видит, думает. Здорово. И сходится с ней, женится на ней. И первое, что происходит, начинает испытывать глубокое счастье в жизни. Те, кто там, дура эта, осталась с своими детьми там. А я счастлив. Почему? Потому что ее бросил. И он привязывается все больше к этой девушке. Она показывает ему, как надо, какая должна быть девушка. Очень хорошо себя ведет. В этом грязь. И так же легко уходит из его жизни. Летящей походкой. Понимаете? Это то, что вам предстоит посмотреть кино. Я его уже рассказал. Многосерийный фильм. Вы его увидите. Это мычет. Учет говорить не надо. Хорошо? Посмотрите кино для себя. Вы задали вопрос. Значит, Бог через вас просил. Вам надо смотреть кино, значит. Смотрите его. Это в течение 5-6 лет происходит где-то. Примерно такой срок. Человек потом разбитый. Просто жизнь, как вы знаете. Коток проехался. Человек расплющивает. Вот так жизнь расплющивает человека, который бросил близких людей. Хотите статистику? Сейчас приведем. Для вашего же блага. Поднимите руку, кого так уже расплющило. Смотрите в зал. Теперь поднимите руку, кто бросил жестоко свою семью, получил хорошую семью и кого еще не расплющил. Есть такие. Они боятся. Однозначно есть такие в зал. Они боятся поднимать. Почему? Потому что они знают, что обязательно расплющивают. Есть еще один вариант. Сильно раскаиваться. Помогать своей семье, которую ты бросил. Просить прощения. Постоянно. Много времени подряд. Сначала тебя не будет подпускать твое бывшее себя. Потом постепенно войдешь в отношения. Потом постепенно тебя простят. И потом Бог все равно тебе обязательно накажет. Обязательно. Но не так сильно, чтобы расплющить тебя по асфальту. А чуть-чуть. Просто для того, чтобы ты понял, что даже это не помогает. В полной степени. Но помогает, по крайней мере, сохранить то, что ты имеешь второй раз. Жизнь очень суровая штука, на самом деле. Не думать, что она такая вот. Все нам позволено. Просто эта суровость, она скрыта от глаз сразу. Сразу ничего не видно. Правильный ответ. Приходит по коже. Понимаете? Теперь правильный ответ. Если одного из супругов к другому глубокое. Глубокое отношение. А у другого внешне поверхностное. Это правильно? Как быть дальше? Тому, у кого глубокое истинное отношение. Ой, как люди любят себя приукрашать. А почему? Знаешь, что такое глубокое истинное отношение к супругу? Чаще всего в таких записках. Это означает, что он чувствует наслаждение от человека сам. А тот от него наслаждение не чувствует. Вот и все. Так бывает в любви. Один наслаждается другим, а другой не наслаждается. Чаще всего знаете, как семьи создаются? Они создаются таким образом, что один является объектом любви, а другой является субъектом любви. Это означает, что один отдает любовь, потому что он наслаждается человеком, с которым встретился, а другой питается этим наслаждением. Эти отношения являются по своей природе очень эгоистичными. Никакой любви здесь речь не идет. Это просто так создается семья. Нет никакой любви. Любовь может прийти, если люди не обращают на это то, что получилось. Они начинают дальше служить друг другу. Посмотрите дальше, как песня развивается. То есть тот, кто питается наслаждением, он становится несколько циничным в отношениях и начинает эксплуатировать близкого человека. То есть наглеет в отношениях, ведет себя с ним, ну, своевольно. А тот, который наслаждается отношениями, он все это терпит, потому что наслаждение, отношения его наслаждают. Он готов терпеть от этого человека все. Теперь у меня к вам вопрос. Кто из них хороший, кто плохой? Ни хорошего, ни плохого. Одинаковые. Но часто люди, которые вот терпят из-за того, что они получают вот эту энергию счастья от человека, они себя считают хорошими. А тот человек, который не терпит, а мучает, он плохой с их точки зрения. Вот это вот и есть те влюзии, в которые попадают люди. Кто такой хороший? Хороший это тот, кто служит близкому человеку. Хоть он объект любви, хоть субъект. Имеет значение, он должен служить. В этом цель человеческой жизни. И тогда настоящая любовь приходит в отношения. Она проявляется. Первый этап этой любви – это желание принять человека в свою жизнь как единственного. Первый этап любви. Означает, люди идут, просто расписываются. Честно расписывают любви. Хотят уже быть единственными. Научиться. Первый этап любви. Второй этап любви – верность. Появляется глубокое чувство быть верным. Сила, желание быть верным. Третий этап любви – искренность в отношениях. Понимаете? И так далее. И люди тогда чувствуют счастье. Глубокие черты характера они в себе замечают друг в друге. Не в себе замечают, а в другом, близком человеке. Они замечают столько возвышенных качеств близкому человеку. Удивительных качеств. И тогда на фоне любви все недостатки характера разгорают. Все недостатки, вредные привычки. Когда любовь приходит в жизнь, она сжигает все недостатки. Все уничтожается. Люди возвышают друг друга в жизни. И веды говорят, какие люди. И в следующей жизни остаются вместе. Идут на высшие планеты. И там вместе остаются. Это уже священный брак, такой возвышенный брак. Чистый брак. Большинство людей хотят наслаждаться жизнью. Сами того не понимая. Это секрет большой. Они выгораживают себя в отношениях. И клеймят близкого человека. Женщине недоступны ее недостатки женские. Мужчине мужские. Им обоим кажется, что у него больше недостатков. Он мучает меня. А я его нет. Такова дюзия. И человек все равно будет отвечать за это. Потому что цель человеческой жизни. Это знание. А не счастье. Иногда люди думают, что я для счастья рождена. Нет. Ты рождена для знания. А когда ты сможешь сдать свои экзамены. Тогда ты получишь счастье как награду. Человек не должен думать о счастье в этой жизни. Он должен думать о сдаче экзамена. Внутри есть два типа студентов. Одни идут для того, чтобы пятерку получить на экзамене. Как не махнуется преподаватель? Человек приходит, чтобы получить пятерку. Как он смотрит на преподавателя? Как он смотрит на преподавателя? Есть преподаватели здесь у меня? Смотрите. Кто поднимите руку преподавателя? Как вы, какие оценки будете ставить таким людям? Смотрите. Видите? Преподавателям не нравится. Есть другие, другой тип студентов. Они хотят просто знать. Они хотят знания. И они им рассказывают знания. Смиренно рассказывают преподавателю то, что они знают. И они ни на что не рассчитывают. Они спокойно просто рассказывают, ни на что не рассчитывают. Когда преподаватель слушает такого студента. Не важно, что он болтает. Потому что преподаватель хорошо знает. Знает человек тему или нет. Ему не надо доказать ничего. Он смотрит на сердце студента. Потому что преподаватель означает человек, который хочет просто знать, как правильно ему поступить с этим человеком. Он лишит его судьбу. Через него действует Бог. Бог ему в сердце дает знания. Этот человек плохой. Поставь ему плохую отметку. И он ставит плохую отметку, несмотря на то, что тот все рассказал. И преподаватель на сердце радость. Здорово. Меня победило. Этот уходит печально. Хотя он пытался обмануть преподавателя всеми способами. Но ничего не получилось. Но когда человек искренне учился и отвечает искренне. Преподавателю в сердце возникает радость. И он наводящие вопросы задает, чтобы тот правильно ответил. Он отвечает правильно. И тот, когда ставит ему четыре, допустим. Он такой вот подходит преподаватель и говорит, спасибо вам. Вы все. И уходит. И даже если преподаватель уже видит. Человек хоть и хороший, но совсем почти не отвечает. И ставит ему три. Хотя, может быть, два на одну поставили. Так человек хороший. Он учился, старался. Ставит ему три по преподавателю. Опять даже тот же самый результат. Он подходит этот студент и говорит, спасибо вам за все. И уходит. И даже если этот студент вообще в стильку ничего не понимает. Но он старался и учился. Его и вытягивают и так, и так. И преподаватель уже в мыле такой. Он вытягивал его полтора часа такой в мыле и говорит, вам надо пересдать. Тогда этот студент подходит и говорит, спасибо вам за все. И уходит опять счастливо. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю сейчас не о преподавателях и студентах. Я говорю сейчас о нашей жизни. Потому что мы сдаем экзамены. И если человек перед судьбой рисуется, он крутой, он лучше, то судьба будет его мучить. А если он не крутой, не рисуется. Если он скромно себя ведет, учится честно жить. Честно относится к себе, прощает людей других. Судьба будет его прощать. Она будет к ним благосклонна. И поэтому, как я отвечаю на эту записку? Олег Геннадьевич рассталась с мужем. Переписываю записку. За нее переписываю записку. Как отвечать на экзамены для того, чтобы Бог был счастлив в память. Олег Геннадьевич, я дура такая, бросила мужа. Хотя думала, что я очень возвышенный. Я искренне думала, что мы духовно не совпадали. Что мой муж, на самом деле, я думала, что он плохой. Из-за того, что он любил смотреть боевики. Как, в общем-то, моё большинство мужчин. Вот. Я думала, что он недостаточно целеустремлен. И поэтому, Олег Геннадьевич, сейчас я одна. Я такая плохая и нехорошая. Что мне дальше делать? Когда женщина пишет такую записку, Бог в ее сердце радуется. Понимаете? Видите, у вас пропал интерес. Всякие записки мне писать. Что делать? Неужели написать записку? Если в браке 10 лет нет детей, что делать? Надо лечиться. Лечиться, мои хорошие. Потому что это означает, что вы наказаны. Надо искать милость. Надо ехать в монастыря. Просить благословений. Омываться святой водой. Есть разные виды лечения. Надо поститься вместе. Малиться вместе. Приедьте в наш центр заодно. Включите его программу. Потому что это есть чисто механические вещи. Надо пробить каналы, которые связаны с половыми органами. Пробить их просто. И все там нормально. Все начинает работать. У меня много таких примеров было. С первого раза не получилось еще раз приезжать. Мы все исправим. Мы найдем ошибки. Со второго раза приезжать. Ну и что? Надо лечиться, значит. И ей возможно лечиться, и мужу. Ко мне приехали из Титера. Муж и жена недавно лечиться. Муж как бы не верил вообще в эти методы. Он смотрел на все. Думал. Был вообще дурдом какой-то. Какие-то ветки вешают там. Кору на людей вообще. Я бы не подгоял. Я видел, что он не врубается вообще. Как в это все. Но так как он любил жену. Он любит жену свою. Жена сказала, поедем лечиться, мой хороший. Представляете, мы у них, у обоих нашли серьезное нарушение. Именно связанное с половыми функциями. Серьезнейшие нарушения. И это можно вылечить. То есть, мы поставили кору, ветки обоих. И муж хоть и до конца не доверяет этому. Но так же жена заставила его. Он поехал. И это означает и уборку. Понимаете. Она спасает людей. Он поехал. И в результате на благочестие жены. Жена это сердце мужа. Сердце мужа. Жена чувствует. Все понимает. Мужчина должен учитывать ее мнение всегда. Тогда будет гармония в семье. А женщина должна принимать решение мужа в свое сердце. Как его, как решение нашей семьи. То есть, мужчина должен всегда слушать мнение жены. Потому что она сердце. Бог через нее быстро действует. Она лучше чувствует ситуацию. Разум. А мужчина, а жена должна... Мужчина это разум женщины. Она должна принимать ему окончательное решение. Вот такое. Даже если оно неправильное, я принимаю. Потому что мой муж так сказал. Значит, будем так жить. Что делать? Писать стихи это карма или нет? Все зависит от того, какие стихи. Потому что один мой знакомый написал книгу. Взял три мушки-тера книгу. Такого гениального писателя. И как бы взял, опошел все там. Начал, написал как бы там все. Вставил там русские эти неологизмы всякие. И говорит, вот ты известный как бы человек. Протолкни мою книгу. Продлини ее. Я посмотрел книгу. Я говорю, прости, я не буду. Он говорит, а почему? Я говорю, ну потому что. Лучше пускай люди посчитают три мушки-тера. Чем вот это вот. Офигеть. Ну то есть, писать надо для Бога стихи. Для Бога. Я как бы изучал эту тему. И многие художники подходят и говорят. Олег Геннадьевич, почему мои картины никто не покупает? Они вот такие красивые, удивительные картины. Понимаете? Ко мне приходят ученики учиться. Ребята. И на первом этапе они ко мне начинают подбирать ветки там. Подбирают, пытаются протестировать человеку. И в какой-то момент они говорят. Получилось! Я почувствовал, ему подходит. Это значит, чаще всего на 90 процентов. Что подходит не ему, а тому человеку, который тестирует. И это касается любого врача. Часто люди почувствовали, допустим, помогает на себе, допустим. Раз был, допустим, запор, и так раз помогло. Человек думает, о, вот оно лекарство. И начинает всем советовать одно и то же лекарство. Думает, всем будет помогать. Это не врачи. Это примитивное мышление. Понимаете? Очень примитивное мышление. Потому что на самом деле помогает то, что помогает другим, а не тебе. Надо развиться как личность, чтобы рисовать то, что радостно людям, а не тебе. И тогда твои картины станут радостным всем. Но это значит, что ты должен рисовать не для себя, а для Бога. Ты в своем сердце должен для Бога рисовать. И думать, что Богу понравится, когда я рисую. Что Богу понравится, когда я пишу. Вот тогда такие стихи станут божественными. Понимаете? Есть бывают божественные люди с самого начала. Они пишут уже вроде бы для себя. Но они пишут для Бога. Это гении. Такие как Толстой, Пушкин и так далее. Но большинство людей должно научиться писать для себя. Потому что когда человек рисует для себя. Чаще всего для других это выглядит как ахинея. Но это смотреть даже то, что. Понимаете? Научиться делать что-то развышенное и чистое. Это большой дар. Спасибо. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...